Память о войне хранят редкие снимки. Виталию Игнатьевичу не нравится фотографироваться. А ещё он не любит дни рождения, отвергает подарки и редко принимает гостей. Виталий Бабак родился 22 апреля. Родом из маленького украинского села, в 40-м году был призван в армию. Попал в военно-пехотное училище под Ригой. Ветеран вспоминает, война застала его совсем юношей. За день до начала боевых действий курсантов направили копать окопы. «Пришли мы в Ригу и заняли оборону. Ребята начали копать в скверах, в парках начали копать эти окопы. Люди ходят и говорят, что вы делаете?» Они же ещё не представлялись, не знали. Ну так чувствовалось, что что-то должно было случиться. А 22-го числа в 4 часа был сделан первый налёт на Ригу. Немцы. Там три моста через Доугаву. Вот немцы налетели на эти мосты, хотели взорвать. Но у них ничего не получилось. В сентябре 41-го Виталий отправился в Башкирию. Там он закончил обучение. Затем в должности командира взвода попал в 361-ю стрелковую дивизию, которая входила в состав знаменитого Калининского фронта. Бабак участвовал в Ржевско-Вяземской операции. Говорит, страшно не было. Даже когда получил своё первое боевое ранение под деревней Якимова. Мы там на ночь остановились, на ночлег в этой деревне. А утром пошли немцы в атаку на деревню. Но мы отбили. Первую атаку их отбили, вторую атаку отбили. А при третьей атаке они же пустили четыре танка. И они как ворвались в эту деревню. И пошли, говорят, это мясорубка пошла. Вот. Все, кто ранен, они их давили живьём. Там в этой Якимово очень много погибло людей. Очень много. Случайная пуля, как ни странно, спасла офицера. После перевязки его направили на лечение. А уже на следующий день большая часть Калининского фронта попала в окружение врага. Следующий тяжёлый бой Бабак встретил под деревней Полунино. В должности командира роты он попал в 183-ю дивизию. Полунино, Бельково и Дешёвко. Три деревни. Вот они так укреплены, потому что они на высотке, а мы сидели в полуболоте. Там болота в Калининской области. Поэтому танки там не ходили. И мы два раза наступали на это Полунино. И мы не могли её взять. И там я ранен был второй раз ранен уже в левую голень. Всего за время войны Виталия ранили три раза. Последняя шальная пуля угодила в область живота. В то время Бабак числился уже в 373-й дивизии. С будущей супругой командир роты тоже познакомился в военное время. Её звали Тамара. Девушка попала в Ивановский батальон, где после тяжёлого ранения находился Виталий. Буквально три дня понадобилось паре, чтобы понять их встреча судьбоносно. Молодые люди расписались, а затем Виталия направили в Молдавию, в Бендерский горвоенкомат. Поженились мы 5 апреля 1944 года. А 8 апреля я уехал в распоряжение Западного фронта. Она осталась там. И встретились мы только в августе месяце в Плоском. Она поехала, меня искала везде. И она побывала и в Сороках, и в Флорештах побывала. И вместе со всем с военкоматом ездила. Они передвигались и у нас вместе с ними. Война закончилась. Жить молодая семья осталась в Бендерах. Но в 96-м году жена умерла, рассказывает ветеран. Потом дочь. Два года назад ушел сын. Зато остались прекрасные внучки и правнуки. Самый младший родился 22 апреля. Как и его герой – прадед.